Уже давно отгремели последние выстрелы войны, но на этих территориях до сих пор находят погибших во время Великой Отечественной. За первый этап вахты памяти в Тростнянском районе было поднято 27 бойцов, уничтожено 40 взрывоопасных снарядов. Работали здесь почти 300 человек. Кроме орловских поисковиков приехали отряды из Курска, Кургана, Хантамантийского автономного округа, Рязани и Москвы. В этом году нам предстоит вместе еще провести два этапа вахты памяти. Второй этап состоится в июле-августе 2017 года в преддверии дня освобождения Орловской земли от немецко-фашистских захватчиков. И третий этап – это октябрь 2017 года. К сожалению, ни одного из найденных опознать не получилось. Советские солдаты медальоны заполняли достаточно редко. Примета такая была – если заполнишь, обязательно погибнешь. Информации как таковой нет, куда уже взять. Участники войны уже не могут ничего показать, потому что их не осталось. Работали по картам, работали на удачу, работали на приборы. Поселок Тростна Орловской области является малым городом воинской доблести. В этот список входят Вяжи, Кривцово, Алексеевка, Верховье и Ливны. К Тростне было стянуто очень много сил и советским командованием, и противникам. Это знаменитая Курская дуга. В немецкой оккупации оказались Орел и Белгород. Шоссе Орел-Курск явилось единой осью наступления и для нас, и для противника. И эта ось проходила через Тростну. Некогда поле сражения, теперь же густой лес и высокая трава. Но ничего не проходит бесследно. Здесь был северный фас Курской дуги. Окопы рыли в несколько линий. Оттуда с севера из Орла шли немцы завоевывать Курск. Напоминанием о кровопролитных сражениях остались заросшие окопы с ямами от взрывов снарядов. В Тростнянском районе шли ожесточенные бои. И даже спустя 70 лет здесь на каждом участке можно найти память о тех событиях. Поисковики с каждым разом находят все меньше бойцов. Это говорит о том, что их работа не напрасна. И все больше героев, отдавших жизнь за нашу свободу, становятся найденными.